В контексте Средиземья она весьма интересна, потому что, по сути, именно Нуменорская культура влияла на Арнар, влияла на Гондор, влияла на культуру Донедайн. Ну и, соответственно, именно Нуменорская армия стала прообразом армии современных государств, начиная с битвы при Мараноне и кончая Третьей Эпохой, когда, по сути, мало что поменялось, не могло разве что исторически разбиться. Итак, чтобы понимать особенности, ну и почему оно вообще такое, надо рассмотреть особенности Нуменора как государства. Ну, прежде всего, что мы знаем? Это остров. Остров не маленький, но все же остров. Что мы из этого имеем? Во-первых, должен быть очень хорошо развитый флот, чтобы можно было торговать, совершать какие-то походы, операции и вообще безбедно жить. Соответственно, из этого в контексте армии сразу же вытекает минимальное использование кавалерии, потому что большие кавалерийские соединения, ну просто не перевезешь по морю, лошадям будет плохо, лошадям будет нечего кушать, ну вообще они очень сильно расстроятся. Ну и, соответственно, из этого вытекает самое главное утверждение, что Нуменорская армия базировалась на тяжелой профессиональной пехоте. Почему я утверждаю, что пехота была именно профессиональной, а не как такое вот ополчение, собрали, повоевали, восхустили? Все очень просто. У Толкина есть такая фраза. Однако же число их увеличивалось медленно, ибо дети рождались у них редко, хотя сыновья и дочери красотой превосходили родителей. То есть, попросту говоря, не было столь большого числа людей, чтобы можно было спокойно собрать какое-то их количество и отправить воевать. Бабы новых нарожают. Нет. Такого не было. Теперь рассмотрим непосредственно Нуменорскую армию поближе. У профессора об этом сказано довольно мало. Почти основная информация, почти вся основная информация, она, как вот тут написано, содержится в гибели Иссельдора из неоконченных сказаний. И оттуда все равно можно выдернуть некоторую очень полезную информацию, а остальное логически домыслить. Ну, во-первых, как я уже сказал, это тяжелая пехота. И что нам говорит текст? Во-первых, было два, скажем так, базовых класса солдат. Первый, Охтар, то есть, он даже переводится к воинам. Обычный профессиональный воин-пехотинец или воин-лучник. Затем, офицеры там именовались Роквен, что уже весьма интересно, так как это переводится всадник. И это вполне возможно не самая маленькая такая отсылка к Риму, где из сословия всадников набирались офицеры, командиры и так далее. Но это мы обсудим отдельно. Затем, из того, что основной тактикой номинорцев были именно морские перевозки с дальнейшими операциями с ближайшего берега в глубь континента, то можно сразу сказать, что вьючных животных было немного. По крайней мере, в гибели Исилдура указывается, что гвардию непосредственно короля сопровождали небольшие вьючные лошадки, которые не годились для верхового передвижения, но в то же время были весьма выносливы и несли на себе некую часть снаряжения солдат. Также профессор говорит о том, что номинорцы были очень выносливы и могли в течение долгого времени идти пешком, неся на себе свое снаряжение, некоторые лагерные, возможно, инструменты и так далее. Теперь возникает очень интересная тема. Защита или доспехи. Что? Как? У профессора единственное, что говорится, это то, что у них были тяжелые доспехи. Но это такое довольно спорное утверждение, потому что под тяжелыми доспехами у профессора могла подразумеваться и кольчуга. Давайте попробуем разобраться, что там к чему. Прежде всего, защита строится исходя из того, как тебя атакуют. В темные века Средиземья все-таки преимущественным было рубящее оружие, всякие там гитаганы у орков, топоры, как одно из самых дешевых орудий для солдата. Соответственно, учитывая то, что профессор был большим любителем и ценителем ранней истории, скажем так, северного региона, Англии, Норвегии, Нормандии, можно вполне согласиться, что основным защитным элементом была все же кольчуга, так как она могла выдерживать рубящие удары и довольно неплохо защищала в таком контексте тело воина. Но руки во все времена, когда использовалась кольчуга, она защищала довольно плохо. Так что, я думаю, будет логично утверждать, что защита рук, плеч была развита гораздо сильнее. Возможно, это были пластинчатые доспехи, которые могли... В истории могли и без этого обходиться. Нет, у Розы в 2008 году очень хорошо рассказали, почему они достичны. Да, я отвечу в конце на вопросы. И одним очень важным и заметным элементом снаряжения университета воина был большой ростовый щит. Весело эта штука, как вы понимаете, немало, что также позволяет утверждать, что нуменовцы были весьма выносливыми таскать такую конструкцию. Также одним из интересных пунктов в вариации профессора является упоминание о стальных нуменовских луках. Секрет их создания в дальнейшем был, в общем-то, утерян. Но упоминается, что они были весьма и весьма мощными. И нуменовцы очень активно использовали лучшую подготовку с дальней дистанцией, выкашивая ряды противника. Ну, раз мы перешли к тактике, предлагаю обсудить ее более конкретно, пожалуйста. Вы сказали, что основной единицей была тяжелая профессиональная пехота, но при этом упоминают остальные полые луки. В общем-то, это даже взаимно исключает друг друга. Ну, под пехотой я подразумевал именно, скажем так, не кавалерию, то есть основной принцип передвижения. Тяжелая пехота никогда в истории не избавлялась в луке. Была история, а сирийская армия была на фото, которая служила на сирийских... А на логике мой историй, скажем, может, посторожнее. Нужный вопрос. А вы же изучали историю поражения в Лесенедине. Там очень хорошо описан состав этого отряда. И там четко видно, сколько лучников, сколько пехоты. Возный вопрос. Возможно ли, что стальные полые луки – это ружья? Возможно ли такое? По крайней мере, в одной из версий у профессора упоминается, насколько я помню, о том, что Саурон частично передал секрет изготовления пороха, так что, в принципе, как логическое допущение о том, что таким образом описывались ружья. Это можно принять, но это только лишь допущение, потому что прямым текстом об этом не сказано. Итак, о тактике нуменорцев, опять же, из поражения в ирисное низение известно довольно мало. По крайней мере, выделяется два основных вида построения. Первый – это тангайл. В оригинале это две шеремги, которые сомкнуты щит к щиту и могут маневрировать в различных направлениях. То есть они могли окружить противника или, наоборот, загибая назад фланги, выстроить кольцо. Интересный момент с двумя шеренгами. Все-таки, если мы вспомним, у Исилдора было порядка 200 воинов. 220 человек. Да, спасибо большое. Соответственно, возможно, две шеренги он построил строго исходя из своего количества людей. То есть у него просто не было таких ресурсов, чтобы построить коробку и обороняться. Да, правильно сказали, его бы окружили. Так что можно вполне предположить, что изначально тангайл для больших объемов людей предполагал гораздо более глубокое и шелонированное построение, что было бы весьма полезно при сражении против действительно превосходящих по численности противников. И, соответственно, следующее, это Дигна, это аналог Клина, который пробивал оборону противника. Опять же, логично предположить, что он использовался вкупе с основным строем. То есть даже исторически известен такой термин, как рога, когда прямо из строя вырывалась группа солдат и пробивала с двух сторон навстречу друг к другу ряды противника. Но, опять же, это только лишь предположение, потому что мало об этом можно узнать. Ну и, как я уже упоминал, одним из излюбленных приемов нуменовцев была активная точная подготовка. И, как пишет профессор, выстрелы из таких луков действительно выкашивали противника. И затем все заканчивалось ударом тяжелой пехоты, что мечников, что копеносцев. Кстати, еще вот очень интересный момент на тему личного вооружения солдата. Вот если мы возьмем род князя Андуни, откуда идут королевские роды, что Арнора, что Гондора, там вот есть момент с Нарсила. Можно вполне себе предположить, что у многих знатных родов была такая вот тяга к большим мечам. И вполне возможно, что там тоже были какие-то родовые мечи, и они, значит, активно использовались. Так, ну и теперь, рассмотрев все варианты, давайте рассмотрим наиболее похожие на то, что я описал армии. Первый вариант, это, конечно, все уже догадались, это римская пехота. То есть, чем она похожа? Во-первых, это профессиональная тяжелая пехота. После реформы Гая Мария, это вполне можно сказать и про римскую. Активное использование строевой работы. Затем, образ Исильдура говорит, что у него был короткий колющий, рубящий меч Экер, что, ну, почти абсолютно дополняет образ римского офицера. Опять же, упомянутое название роквен, что переводится как всадник. Я еще раз напомню, что всадниками назывались, всадниками называлось римское сословие, из которого преимущественно набирались официально. Есть, конечно, еще вариант викинга. Учитывая то, что профессор, как я уже упомянул, был большим ценителем истории Нормандии, Англии, именно в период нормандских завоеваний, можно также провести параллель, что, во-первых, викинги, они ориентировались сильно на морские операции, то есть приплыли, подрались, уплыли. И викинги, точно так же, как номинорцы, со временем стали строить прибрежные города, в которых они довольно неплохо закреплялись, и оттуда уже, скажем так, распространяться по континенту. Ну, какой из этих вариантов ближе вам, решать вам. А я на этом закончу. Спасибо за внимание. Прошу, пожалуйста. Сложить третью версию. Эта версия основана на том, что, соответственно, есть одна армия, которая описывается в мировой истории, которая полностью, соответственно, по всеми параметрам, это осирийская военная машина. Почему сейчас я это объясню кратко? Кратко, у нас по всему вопросу 6 минут. Кратко, это два предложения. Хорошо, два предложения. Кростовые щиты есть, при Азане Лакиши они есть. Стрелки составляли одну треть осирийской армии. Во-вторых, профессиональная военная машина осирии, это тяжелый полк, царский, и какие-то вспомогательные силы. У них знать, это всадники, которые используются. Осирия не развивала особенно флот, но если и надо было, она могла выставить огромный флот при помощи фиекистских сателлитов, и все прочие связанные с тем, и тем самое главное. Полностью вся осирийская армия, это воины в доспехах. Ну, в Осирии были еще и колесницы, которые... Безусловно, разрешите, я просто прокомментирую, потом дальше отсюда. Безусловно, такой вариант имеет место быть, но вспомним один маленький файл-профессор, когда писал свой цифру Барди, он базировался преимущественно на истории севера. Он был знатоком именно вот нормандского периода, ну и вообще он любил вот такой образ старой доброй Англии. Профессор Барди, кто-то суккидон нормандского берет, я их извиняюсь. То есть он любил вот именно до нормандского загрязывания Англии. Просто я бы предложил еще такой вариант, как Венеция. Дело в том, что римляне, они не очень кружили с флотом. В римской республике, в римской империи флотская служба была не такой крестижной, как с флотом кавалерии, как вообще сухопутные. А иницианцы, они славались тем, что они были пореклады. Ну, небольшая армия, но очень... Да, безусловно, это тоже один из возможных вариантов. Но, с другой стороны, вспомним, что римляне могли профессионально воевать на море после того, как Гней Помпей, скажем так... Что вы спросите, после битвы прилипасских островах в 1960 году до нашей эры, когда они изобрели корпус, при помощи которых химкинские корабли были взяты на абордаж. Вполне возможно. Варианты не высказать. Что именно известно по поводу богатства Нуминора металлами? Мы знаем, что Нуминорцы, они получали металл преимущественно с Средиземья. То есть, изначально... На самом острове, сколько там тоже было? То есть, изначально остров, то есть, даже если брать географически, в нем вряд ли будут богатые залежи металла. И профессор также упоминает, что корабли, груженные там драгоценностями, золотом и металлом, отправлялись в Нуминорцы. Вот, собственно говоря, из этого вытекает мой вопрос. Как мы можем получить тяжелую пехоту изначально в Нуминоре, как в дарованном острове, если там изначально были максимум шкуры и дерево? Неожиданно, неожиданно. Но они же туда не отправили перед этим сто пятьсот кораблей, караванов с металлом. Основной вопрос заключается в том, что изначально, изначально, нуминорцы особо и не воевали. То есть, они приходили на берега Средиземья исследователями и, скажем так, помощниками для местных племен. Почему они воевать начали? Начать добычу металлов, там им никто не мешал. А, соответственно, когда уже началась Нуминорская экспансия, когда они начали активно порабощать и грабить племена людей, то там сам Бог велел брать дань и отправлять в альбоматор. Так, Популей, потом Гвай, потом Хенки, на этом будет всё, что он будет. Вашатный интеллиген, последний, всё, что он будет. Ещё вопрос, у меня вопрос. Вы говорите про тяжёлую вихоту, но доспехи стальные, они дорогие, в то время как самый дешёвый вариант – это кожа. И хиты из дерева. Ну, с другой стороны, мы рассматриваем не совсем абсолютно историчное общество. Кольчуга по сравнению с тяжёлыми пластинчатыми доспехами, в которых изображает тот же Пиджей, она довольно-таки дёшевая. И делать при наличии мастеров, а мы знаем, что изначально Аданы учились у эльфов к кузнечному ремеслу, то есть это вряд ли для них было большой проблемой. Это, я не думаю, что это не занимало очень много ресурсов. Можно один альтик, или мальчик, или мальчик. А вы... Нельзя, мальчик, или мальчик. Вопрос для того, что луминорцы должны быть северянами. Чё по-другому? Во-первых, как бы, самое положение острова и общая атмосфера, всё, что мы о них знаем, это очень восточное. И корону луминора, она египетская. Я в Каду уже добавлю, я буду сказать, что это как бы хельская пословие. Ну да, пословие, я знаю, да. Но сирийские цари тоже на Северарском, пожалуйста. Я тоже хочу сказать, что, во-первых, это элемент египетской культуры в Тиае, в Усыпальницах и в Минории, в Гондоре. И главное, самый дунайский язык, это язык какой-то восточный, по-моему, семитский. Семитский, да. Поэтому там где-то для искушения ближневосточных моментов, да, он все улучшит, семитский по-моему, формирует. Вот, клюшная, что Минорская битва, это баллада битвы на косовом поле указывают на возможность связи пролей с Византией. То есть именно для Бондора и Нуминора Толки не мог использовать восточный материал. С Византией ещё дальше. Вот, да, это всё, спасибо. Нет, стоп. Я по-моему, первое. Не могли бы Вы назвать источники своего доклада? По каким материалам Вы их делали? А, преимущественно, это, как я уже говорил, гибели Силдора, битва Вилесной Низиния, не оконченное сказание. А, Вы знаете, ваш доклад текстуальный очень напоминает два доклада. Доклад Бронвика 2008 года и мою статью 2009. Я не отрицаю, но это всё-таки доклад, я не утверждал, что все эти выношенные утверждения... Нет, понимаете, когда Вы делаете доклад и пользуетесь чужими материалами, чужими выводами, например, вся на Минорская битвуция, она моя. Вот. Все на Минорской столе у Вас, очень старый бой. Ребята напрямую, дословно, из моей стадии. Смотрите, стоит указывать источники, а откуда Вы их брали. если бы, безусловно, знал Ваше авторство, я бы... Значит, раз. Второе. Ну, не только, но и прорубь, скажем. Значит, а дальше, значит, момент. Конечно, Минорцы, они, там, прямым упоминается слово «какорта», почему все начинают искать римские аналогии. Но если смотреть исторические аналогии, это мы приходим к Ассирии, а ассирийские студии были очень популярны в первой половине, в первой половине 20 века, было много публикаций, и ассирийская армия состояла, да, британский музей, они просто вывозили просто пачками, они копали, и тут же везли, копали, и тут же везли. Да, значит, строильки и шлемы, тяжелый пехотный доспех, большие ростовые щиты, они сражались с устроем, у них были лучники свои, они ауди, ауди лари, как у римлян, у них была даже скороконница, правда, слабоватая. В скороконнице, а сирийцем было не фонтан. А еще они не терпели ни одного поражения, от другого. Да, то есть пока у них государство не начало распадаться, они били всех. Били всех. Вот, все, на этом не все. Спасибо большое. А потом побили царевичи, помилоняни, а потом побили перцев. Так вот, сейчас здесь будет гид-секция, доклад Кэтрин Кентонкина и Пегоне, а я осталась послушать. А садится, секция туркинистики, продержит свою работу через полчаса, пока замыкрутикал. Ну, полчаса, это как раз мой доман. А то это будет и здесь от 3.07, а потом мы вернемся сюда, еще через час, в 4 часа круглый стол Тауэр, привлеченный увяданию Арды. Кто интересуется докладом Кимен Кирилл, он будет сегодня в 6 часов здесь же. Оставайтесь с нами. А другой бусин, я не понял, о чем будет. Увидание Арды. Урьяние Толкина на Фантастику. Нет, вот это. Увидание Арды. Увидание Арды? А чей будет? Толкин Фантастик, это вот к детекции вот лая.